Близнецы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лекцер, рада вас вам приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на май 2018 года. По традиции у нас всего будет с вами 6 позиций. Карты вам расскажут об общей атмосфере месяца и событиях, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы сегодня будем с чудесной катаководой универсальная фантастическая Торо. Хочу вам напомнить, что расклад делается для широкой аудитории, поэтому он не может проиграться для всех однозначно. Для многих необходимо смотреть свой Тороскоп, еще и по асцеденту своего знака, по натальной карте. Ну и сопоставьте, по какому знаку вы наиболее проигрываетесь на событийном уровне. Так, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, будем смотреть. Так, общая атмосфера месяца. Что ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, что вас ожидает в плане общей атмосферы месяца? Королева Пентакли. Ну, что я могу сказать? Особенно здесь сыграет хорошо, ситуация отыграется у тех, кто является женой или мамой. Это самодостаточный месяц. Почему? Это месяц жизни в удовольствии. Потому что это карта роскоши. Королева Пентакли в целом является сигнификатором женщины-жены, женщины-матери. Это, знаете, максимальное вложение в средств себя любимую. И с позиции каких-то косметологических вложений, и с позиции одежды, и в целом комфортного времяпрепровождения. То есть это отдых, это какое-то самодостаточное времяпрепровождение, обучение и так далее. Или, опять же, на вашу жизнь, на какую-то сферу может влиять женщина-представительница земной стихии. Земная стихия – это у нас телец, козерог или дева. Поэтому обратите на это внимание. Но в целом, это, знаете, такой вот умиротворенный, вообще такой вот комфортный месяц, который принесет вам только массу позитива. И самое главное – стабильность. Что вас ожидает в плане работы? Четверка кубков. Ну, карта каких-то эмоциональных переживаний, депрессий или стагнаций. Если вы безработный, то здесь, скорее всего, ситуация особо не сдвинется с места. Для многих это проиграется по причине того, что либо вы, скажем так, жена на содержании у мужа, либо вы мама, которая находится в декрете. Если же вы все-таки не супруга и не мать, то здесь может проиграться, как, ну, какие-то ваши поиски в плане работы, вы знаете, вот упадок сил, упадок духовности. Потому что вы не знаете, либо в каком направлении вам двигаться, либо что в целом вам делать. Если же у вас есть уже какая-то работа, либо собственное дело, то здесь именно упадническое состояние духа. Когда ничего не хочется, все надоело, хочется в отпуск, в отдых. И в целом на данный момент работа не приносит вам удовлетворения. В первую очередь эмоционального. Либо у вас идет эмоциональное и физическое выгорание. То есть, знаете, как переработали. Что вам принесет месяц в плане финансов? С позиции финансов здесь у нас падает перевернутый туз мечей. То есть, это, знаете, как... Не могу сказать, что это карта крупных потерь. Но в целом, вот особенно это сочетается с четверкой кубков. То есть, вы не видите либо какого-то потенциала, либо у вас нет идей, либо вы не видите для себя, где найти возможный источник дохода. Особенно, если вы, например, находитесь в декрете. То есть, вы не понимаете, где вам найти дополнительный источник заработка, чтобы решить каким-то образом свои проблемы. Поэтому здесь не будет крупных финансовых потерь, но и вместе с тем не будет финансового прироста. Соответственно, скажем так, на помощь какую-то измене вам тоже надеяться не приходится. Что вас ожидает в плане здоровья? Здесь у нас падает перевернутая жрица. Перевернутая жрица, как правило, знаете, когда скрытое становится явным. Если с позиции здоровья, то чаще всего это идет указание на какое-то выявление скрытых болезней, либо в целом неправильно поставленного диагноза. Когда у вас идет четкое осознание того, что вам нужно либо выбрать другого специалиста, либо пройти дополнительное диагностирование, чтобы выявить, что же именно вас беспокоит. Ну и в целом это, знаете, карта кризиса, карта депрессии. А здесь, конечно же, еще может присутствовать такой момент, что может наступить какая-либо болезнь, либо в целом вот упадок сил от негативного магического воздействия. Давайте этот аркан уточним. Но опять же, повторюсь, это не может проиграться для всех однозначно, чтобы вы там сейчас не впадали в панику, у вас не было истерики. Не кричали, о боже мой, что же мне делать. Давайте посмотрим, что же у нас здесь. А здесь у нас перевернутый туз жезлов. Здесь все-таки, знаете, просто идет у вас упадок сил, идет эмоциональное выгорание, потому что сам по себе в перевернутом положении этот аркан не указывает на магическое воздействие. Это максимум, все, что здесь есть, это какая-то пробитая энергетика посредством сглаза, либо еще чего-нибудь, какой-нибудь зависти. Но прямого указания на магическую работу по этим арканам нет. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? Давайте смотреть. Перевернутый повешенный. Ну, данный аркан четко указывает на ситуацию выхода из какого-то застоя. То есть, например, если вы были одиноки, то это сама по себе ситуация, когда вы рвете со своим прошлым, в целом с этой ситуацией, меняетесь внешне, либо меняетесь внутренне. Вот это у вас идет ситуация стагнации, да, которую вы прекращаете. Если вы находитесь в паре, то здесь, знаете, как обозначить четко свои позиции, что-то проговорить, чтобы не быть в состоянии жертвы в отношениях. Если вы находитесь в разрыве, либо в ситуации любовного треугольника, то здесь по этой карте очень часто идет, как, знаете, выйти из состояния жертвы и прекратить отжившие себя отношения. Пожертвовать этими отношениями, которые, допустим, вам не приносили радости. И что вам говорят карты с позиции совета? Здесь у нас падает перевернутый жрец. То есть, не следуйте лжепутем. Если у вас все равно это касается отношений, то посмотрите, пожалуйста, кто рядом с вами и с какой целью. Какой формат отношений хочет развивать. Опять же, если с позиции здоровья, то это неверно поставлен диагноз. То есть, здесь специалист невысокого уровня, да? Поэтому обратите, пожалуйста, тоже на это внимание. Если же смотреть с позиции работы, то, опять же, возможно, вы выбрали не то направление деятельности. Если же с позиции финансов, то какие-то вот ваши ложные представления либо о способе заработка, либо в целом о достижении заработка. То есть, здесь нужно, знаете, как обратиться внутрь себя, либо за советом какому-то мудрому человеку, причем который старше вас и имеет в этом опыт, скажем так, да? И помимо всего, какие-то, ну, являться специалистом своего дела. Потому что жрец, вот посмотрим этот аркан, это духовный учитель. Это человек, у которого много цепной и мудрости, и опыта, и человек, который вас сможет направить. Поэтому отказывайтесь от этих лжен направлений, либо лже-специалистов, и обращайтесь к толковым людям. Вот такой у нас вышел расклад. Надеюсь, он у вас проиграется только в позитивных моментах. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как, скажем так, проигрываться карты в вашей жизни. Буду вам очень признательна за это. Для тех, кто хочет заказать индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лекцер, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok